Какое знание остановит гендерное насилие? Насилие не обязательно терпеть, о нем не обязательно молчать, не обязательно оставаться с ним один на один. Отношения могут быть ненасильственными, любовь бывает без боли, детей можно растить без привычки к насилию, а взамен ощущению бессилия есть наши внутренние ресурсы. И на самом деле альтернатив насилию видимо-невидимо. Они даже в том, что за помощью может обратиться не только женщина, но и мужчина, не только пострадавший, но и автор насилия. Мы сегодня живем в период активных изменений и сами их творим прямо сейчас. Помимо насилия есть множество возможностей. И наша задача помогать узнавать эти возможности и использовать их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!